добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль volkswagen транспортер multivan t6 2017 года выгрузка двигатель 2 литра турбодизель dsg полный привод пробег на автомобиле 220 тысяч километров выскочила ошибка по клапану egr а чтобы клапан заглушить нужно снять теплообменник почему снять теплообменник потому что расстояние не позволяет вытащить клапан да и клапан закисший там наверняка это 99 процентов так и есть но место очень мало для этого надо снимать переднюю часть автомобиля сейчас покажу вот так вот тут все компактно вот где у нас стоит масляный фильтр это и есть теплообменник клапан egr вот головка его я на него свечу вместе с разъемом за трубкой это и есть клапан egr здесь все тесно и просто снять не получится но посмотрели есть такая у них возможность переднюю часть автомобиля сдвинуть вперед на 10-15 сантиметров как это делается я не знаю но буду пробовать сейчас поднимаю автомобиль снимаю оба передних колеса снимаю оба локера подкрылка и потихонечку потихонечку разбираюсь делаю официальное приспособление мы не брали взяли трубку шпильку и попробую сделать направляющие для того чтобы сдвинуть ну а дальше все будет в процессе видно и понятно открутил по периметру саморезы также снял брызговик снимаю последнюю клипсу здесь проводку снимая саморезы торакс т25 одна головка на 8 один саморез на брызговике и одна клипса все можно локер снимать как с одной так и со второй стороны снимаем снизу пластиковую защиту я снял теперь снимаю спереди решеточки я снял правую решетку посмотреть куда здесь вкрутить направляющие чтоб телевизор сдвинуть но я могу только сняв эту решетку бампера один болт только вкрутить вот этот болт я не смогу вкрутить ниже болт я не смогу крутить изнутри вот здесь есть болт я тоже не смогу вкрутить почему не смогу в бампере нет отверстий как на т5 также вот здесь вот я разъединил два разъема на бампер один и второй здесь вот крепление этих разъемов но здесь они отломаны это отломано до меня уже снималась здесь я вот снял клипсу выдергиваю бампер все и также со второй стороны я тоже снимаю эту клипсу сниму клипсу опускаю автомобиль вот это клипса опускаю автомобиль и снимаю верхнюю решетку опустил автомобиль снимаю минусовую клемму на всякий случай закрою так клипсу снимаю вот эти клипсы и сверху ну и снимаем решетку смотрел смотрел решетку я не могу отдельно снять здесь посередине две клипсы я подлез их снял по бокам бампер отдергиваю и пробую снимать где-то здесь что-то еще держит ну все бампер сна бампер я снял вот здесь посередине две таких направляющих центральная она без защелки а по бокам слева и справа защелки приподнимая их вверх и все я смог снять также здесь вот две защелки направляется одна сюда одна сюда и все больше бампер сверху ничего не держит он только на верхних клипсах держится на четырех и на боках защелкивается и клипсы честно сказать бампер висит на на честном слове так ну а теперь а теперь а теперь думаю можно будет разбирать дальше я сейчас солью антифриз откручу сверху и буду пытаться крутить дальше бампер снял хочу показать просто как здесь все просто снимается вот клипсу я показал три защелки они просто защелкиваются решетку я хотел снять она снимается но она снимается во внутреннюю часть вот вот они клипсы вот такие вот если их отжать то решетку можно с бампера снять потом вот здесь вот я сдергивал вот они направляющие два крючка снизу сдернулась также вот середина вот направляющие два крючка один крючок надорванный не знаю я надорвал до меня надорвали а вот правая сторона направляющие есть ни одного ни второго крючка нету и по слому видно он грязный это до меня все сорвали решеточки вот эти можно не снимать я потом на место поставлю разъем я два разъединял только один надо разъединить который на бампер уходит а второй разъем на кузове остается тоже его соединю ну и эта сторона точно так же одна клипса и три вот защелочки форсунки омывателя фар остаются на месте вся проводка трубки все остается на месте ну и вот разъем на бачок омывателя фар тоже остается на месте здесь кстати вот она стоит стоит не защелкнуто потом ее защелку видать снимали не поставили и вот эта клипса которая говорил я не знаю куда она защелка она наверное вот сюда защелкивается да вот она защелкивается должна быть здесь ну и я ее ставить тоже не буду потому что потом трубку отводить поэтому ее и не стали ребята ставить ну а в принципе бампер снимается легко сейчас сливаю антифриз я уже патрубок снял покажу где разъединил не знаю разве не поднял автомобиль и вот здесь вот усилителем разъединил патрубок быстро съем хомутик это двинул и снял здесь вот интерколер вот отсюда если посмотреть патрубок идет я его сверху разъединил со второй стороны патрубок тоже сверху идет но здесь закрыто я его тоже сверху разъединил пока я здесь снизу больше ничего не делаю антифриз у меня сольется я его автомобиль опущу сверху отсоединю верхний патрубок радиатора отсоединю два патрубка интеркулера там сниму расширительный бачок и заливную горловину но все это буду показывать а так пускай пока продолжает сбегать антифриз вот теплообменник вид снизу его нам надо будет снять и достать автомобиль не опустил хотел еще показать что я буду делать вот эти два отверстия которые у нас в усилителя я вот один болт для образца сейчас выкрутил головка на 13 и купили длинную метровую шпильку м8 шаг 125 она вкручивается в родное отверстие вот она я эту метровую шпильку по 25 сантиметров нарежу и одену на нее вот трубка трубка 8 наружный 10 на единицу толщина стенки единица она у меня будет как направляющие отверстие в телевизоре но в усилителе в телевизоре там не 8 миллиметров там она наверно миллиметров 12 если не больше и у меня получается будет не по резьбе шпильки ходить а по трубке ставлю трубку и здесь гайками и и притяну она у меня не выкрутится не слезет и по ней будет съезжать сейчас беру нарезаю нарезаю трубку трубку я нарезаю по 20 сантиметров а шпильку я нарезаю по 25 сантиметров вкручиваю а потом уже покажу как по нему по самодельному приспособлению все это будет скользить что-то заказывать оригинал не захотелось направляющие 4 шпильки стоят но необоснованных денег опустил я автомобиль пробегусь покажу что я сделал вот так вот две направляющих с одной стороны закрутил и две направляющих с другой стороны закрутил теперь поднял снял газовый упор потому что он у нас телевизор также мне надо будет открутить вот этих два болта головка на 10 с одной стороны и два болта головка на 10 с другой стороны трос капота я сейчас есть клипсы сниму он немножко отойдет здесь клипсы сниму он отойдет открутил два самореза от бачка снял разъем снял патрубок бачок я сейчас сюда вот отведу чтобы он мне не мешал на хомут закреплю также открутил один саморез торг ст 25 заливная горловина бачка омывателя здесь снизу разъединил патрубок с верхнего верхнем патрубок радиатора он уходит вот с этой стороны вот он здесь его не удобно разъединять поэтому я его разъединил внизу патрубок интеркулера он уходит он длинный мягкий и я его камеру извините дергают фонарик в руке я его снял вот здесь вот он у меня весь дышать будет здесь закрою со второй стороны интеркулер я его здесь открутил два болта пытался разъединить здесь хомут патрубок снинуть не могу ну и вроде бы как все сейчас капот подпер вот эти болты откручиваю снимаю и после этого еще откручу вот эти два болта по бокам с одной и с другой стороны также у нас вот болты вот эти они тоже телевизор держит и после этого я смогу уже двигать здесь болты накрутил вот этот болт и вот этот болт ну и должно все вперед у меня отодвинуться и откроется здесь доступ и генератор можно будет потом снять но сейчас мы генератором заниматься не будем я тогда щетки щеточный реле регулятор с щетками поставил все работает все исправно поэтому в генератор мы пока не лезем здесь надо клапан игр заменить откручиваю болты по бокам открутил я вроде бы как все болты но двигаю аккуратно и смотрю чтобы у меня нигде ничего не натягивалась задышал а левая сторона пошла правая что-то держит что держит пока не вижу вижу патрубок интеркулера там на клипсе сидит вот если вниз посмотреть вот я его свечу клипсу снимаю там втулка с датчиком вот она и вот эта втулка соединительная у нас на клипсе сидит сейчас клипсу отсоединю вот такая вот клипса вытащил ее солдатик поднимается клипса вытаскивается прямо за солдатик и вытащил вот если у вас есть я это взяла Красота Красота Отодвинулась насколько низ, бок вместе с оптикой, также с этой стороны И вот здесь вот сколько стало места Великолепно Великолепно Сейчас поставлю камеру Сначала наверное подниму автомобиль, сниму снизу Мне надо будет снять трубку щупа Добавляю освещение Торекс Т-30 Я вот откручиваю болты трубки ИГР С этой стороны Здесь и вот сверху Эту и эту трубки снимаю Здесь болтиком на 10 Головка на 10 Я открутил верхнее крепление трубки щупа Также снял с щупа вакуумную трубку Защёлок Внизу у нас трубка щупа Ещё одним болтом прикручена Это уже мы снизу открутим Сейчас здесь снимаю трубки И поднимаю автомобиль Подниму автомобиль И снизу уже Пооткручиваю что там возможно Также у нас вот Патрубок идёт С расширительного бачка Здесь разъём Клипсу расщёлкнул Патрубок сниму Откручиваю Болт до конца И снимаю Правую трубку Ну и так же Откручиваю Здесь два болта Сверху Два болта Снизу И снимаю Бевую трубку Далее что Поднимаю автомобиль Поднял я автомобиль Здесь я частично всё сделал Сейчас просто покажу Отсоединил Патрубок антифриза Здесь отсоединил Патрубок антифриза Также вот Отсоединил Патрубок антифриза Здесь проводку В сторону отвёл Снизу Вот с этой стороны Открутил Трубку щупа Вот она Я её вытаскивать не стал Выдернул И она у меня Между патрубков стоит Открутил Четыре болта Вот они Я её ещё не вытащил Двенадцатигранная звёздочка М8 Они квадратом Четыре болта И так же Вот здесь Вот он Кронштейн Я его ослабил Головка на тринадцать Вон гайка Над генератором В сторону отвёл Что теперь у нас Вот Там М12 Двенадцатигранная Берём Откручиваем И всё У нас в принципе Тебообменник Можно Можно снимать Но снимать Я его буду Сверху Потому что Туда снимать Удобней Откручиваю Последний болт Опускаю Автомобиль И снимаем Теплообменник Вот так я Камеру поставил Не знаю Насколько Получится Здесь всё Передать Разъём Я С клапана ИГР Снял А вот Вакуумную трубку Снизу Я ещё не снял Здесь В сторону Патрубок Отвожу И Весь Теплообменник Вот так вот Выкручиваю Как бы Так вот Так вот Вакуумная трубка здесь одета. Снимаю ее. Не могу. Буду поднимать с ней. Камеру чуть не уронил. Вакуумная трубка. Снял. Вот весь EGR. Вот он в сборе теплообменник. Это клапан EGR. Это радиатор EGR. Это теплообменник. Но это корпус теплообменника. Откручиваю Torax T32 болта. Я пробую снимать сам клапан, из-за которого мы сюда и полезли. Сейчас еще покажу. Быстрее всего, наверное, придется разбирать. Там были засохшие сталактиты, подтеки антифриза. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот он клапан. 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 Даты нету. Думаю, может дата есть. Открутить открутил, а дышать он не дышит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, бесполезно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Молоточек в помощь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я его не жалею. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Звук поменялся. Какие-то движения пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Клапан заклинил в закрытом положении. Это хорошо. Работать он перестал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас посмотрю, может быть, дата на нем будет стоять. Менялся он, нет. Нашел я дату. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА год производитель пирбург но здесь значок volkswagen вода на пластмасске под пальцем получается что в оригинале стоит пирбург 220 тысяч но автомобиль семнадцатого года клапан стоит шестнадцатого года либо он менялся либо просто собрали на шестнадцатом году сейчас достану новый клапан покажу потому что новый клапан тоже взяли фирмы пирбург новый клапан как и сказал пирбург номер для заказа получается 70 319 60 90 клапан тоже пирбург ну здесь оригинального значка нет на том есть volkswagen значок а здесь он 1 вот под наклейкой вот в этом углу он срезаны видно его сточили пирбург так а дата на этом пирбурге двадцать третий год вот он двадцать третий год вот его и поставим что я хотел здесь показать вот хотел показать подтеки антифриза засохшие это вот болт отсюда бежала с этого места сюда сбегала что это за болт что он соединяет мне непонятно но надо будет выкрутить и посмотреть что он смотрит но могут быть а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возможно он сделан для крепления каких-то других агрегатов И он подбегал Да, он там ничего не крепит, он просто в корпус вкручивается и на нем прокладка Я посажу его на герметик Здесь просто антифриз Сейчас посмотрю какие прокладки товарищ привез Что мы снимем и что мы обслужим Посмотрел Основная прокладка вот сюда снизу на блок Есть, она здесь из двух частей состоит 03L 198 441 Это хорошо Тогда вот этот сам радиатор теплообменника я не снимаю И здесь я не раскручиваю Здесь не бежало ничего Бежал только тот болт Болт я переуплотню И для пущей важности я его еще на герметик посажу Также товарищ взял штуцера Вот этот, вот этот Штуцер Но я их ставить не буду Они тоже не подтекали Здесь трогать их не буду Брали из-за уплотнителя Так что Сейчас немножко где подлажу Вычищаю, убираю, продуваю Особо намывать не буду Внешне помою А купать целиком не буду Фильтр я не снимаю Масло все сбежало Прочищу, продую И устанавливаю новый клапан Промыл я все Продул Здесь получается Вот этот узел Он идет весь целиком По отдельности Прокладки деталируются Только вот на эту часть Теплообменника На радиатор И на корпус По-хорошему Тут надо менять сейчас Верхний вот этот Холодильник Охлаждение Ну как радиатор Охлаждение ИГР Почему Я здесь Говорил, что мыть не буду Пришлось мыть Разбежать Именно не масляный Не антифриз А вот именно Где выхлопные газы ИГР ходят Там внутри Там внутри Там внутри есть Вот заслонка Движется она Вот этим Вакуумом И здесь Втулка Разбита Заслонка была Закисшая напрочь Она не открывалась Сейчас я ее разработал Она работает Промыл всю Продул Но она все равно Подклинивает Сейчас вакууматор возьму А подклинивает она По одной простой причине Что там разбили Разбила втулки Вот в таком Лежачем положении Она еще работает Но назад До конца Не возвращается Приходится помогать Пальцем Даже сейчас Даже сейчас Не хочет Вот заработала Но Вот возвращаюсь Пальцем Загуй меня Удача